Здравствуйте, зрители этого замечательного YouTube-канала! Не удивляйтесь, сегодня буду с вами я, Михаил, потому что, к сожалению, Надя не успела приехать на мероприятие, на которое меня пригласили девочки. Она вам всем передает привет и в ближайшее время вернется и продолжит с Юлей делать обзор на дома. Обещаем! Девушки меня пригласили на мероприятие, которое называется «Парад домов». Один раз в год в Орландо проходит такое мероприятие. Разные застройщики и дизайнеры показывают свои работы и проходит конкурс среди этих работ. Этот парад проходит с 10 по 18 июля 2021 года. Его можно посетить совершенно бесплатно и самостоятельно. И первый дом, который мы хотим вам показать, от компании Rockwell Homes. И модель этого дома называется «Эллиот». Дом этот, первый этаж, как всегда, блочный. То есть он состоит из блоков. И второй этаж – это уже фрейм. Немного информации еще об этом доме. Стандартная цена его начинается от 4-х 78 тысяч долларов. Дом, который именно сейчас мы будем смотреть, цена его 516 тысяч долларов. В нем 4 спальни, 3 ванны и 1 ванная половинка. Всего здесь 286 квадратных метров. Будет также бассейн в комьюнити. H-UA здесь стоит 50 долларов. И плюс гараж на две машины. Комьюнити совершенно новая. Ну что, посмотрим, как внутри все выглядит. Да, пойдемте. Вот здесь, конечно, вот эта интересная зона, когда можно поставить два кресла, столик. Вот в нем проходят соседи, можно их на вино приглашать. Хорошо. О, спритбанник. О, кстати, да. Это не совсем стандартно. Такое редкое. Вот такой вот небольшой. Так, заходим. Заходим. Классненько как. Так, что, начнем вот с этой комнаты, да? Так, это у нас вроде как офис, да? Похоже, да. Открытый причем. Да, смотри, здесь нет ни гардероба, ни ванной комнаты, туалета, как обычно. Такой открытый офис. Идем дальше. А тут у нас что? Вот эта половинка, да? Угу. Потому что здесь нет ванной, здесь только туалет. Ага. Next. Так, здесь у нас. А, здесь кладовка. Ух ты, какая хорошая нарния. Здесь можно много что спрятать. О, метла стоит. Можно воплотить. Слушай, чемоданы сюда удобно складывать. Угу. Класс. Класс. Так, идем дальше. Цвет красивый, да? Угу. Это знаешь, как называется это? Фермерский стиль. Фарм стайл. Прикольно. Такой акцент на стене. Да, да. Так, здесь. Здесь гараж. Гараж. Но он закрыт. Он закрыт, потому что, да, потому что это модель дома, поэтому там, возможно, что-то типа офиса. Так, это прачечная. Дальше. Ух ты, гардеробная. Так, интересно. Угу. Как они здесь сделаны. Слушай, это, наверное, там дальше будет мастер-байдерон. Да, да, обойдем. Проходи. Так, а здесь еще тоже прикольный такой есть предбанечек гардеробная. Гардеробная, да, да, повесил одежду свою, очень удобно. Так, вот, значит, переходим мы к самому главному и основному кухне. Так, кухня-то какая красивая. Белая. Холодильник. О, желаю. Но потом, после обзора. Ух ты, какой холодильник красивый. Так, фасады деревянные. Да, удивляет то, что вот неважно, дом будет за 100 тысяч, за 200, за 400, хотя за 100 тысяч домов уже нет. Нет, и за 200 уже тоже. Да, и за 200. То, что внутри все равно будет вот это дерево. Да. Если, ну там, я помню, в России даже в той же Икеа здесь все равно будет покрашенный и обработан. Ну да. А здесь почему-то вот такое дерево, да. Да. Может это считается как бы более стильно. Ну вот. Ну тут доводчики, все, все хорошо. Давай доводчики. Угу. Да, доводчики. Ну приятная кухонка, что сказать. Это что у нас? Такое, знаешь. Слушай, это искусственный камень. Искусственный камень. Да, это не натуральный, но это искусственный камень. Газовая плита. Что тут? Ух ты. А, пантри. Пантри. Большая. Много крупы можно спрятать. Так, а здесь вот это обычно кофе машинку вставят. Какие-то еще разные гаджеты. Так, здесь что? Ух ты, классная какая вытяжка. Я думаю это, знаешь, вот эти вот такие бонусные моменты. За дополнительную плату не стандартные. Да, потому что вот на самом деле есть такая странная история. Вот ставят здесь микроволновки, у которых есть вентилятор. Да, да, да. И который он не выдувает вот все, что вы готовите на улице. А просто в себя впитывает. Он гоняет это просто по комнате. То есть больше распространяет запах, что очень странно. А тут такое решение. Видите, полочки открытые. Ну, на самом деле можно выбрать будет. Это уже просто модель, вы можете выбирать. Смотри, здесь газ. Да, газ. Ну, в элитных домах здесь всегда предпочитают газ. Да, да, да. Считается очень круто. Кстати, цена, кажется, очень даже приличная. Хорошая в плане, да. Да. Ну, потому что все-таки Winter Garden это не старая часть, а новая. Она так подальше от Орландо находится, где-то в 30 минутах. Угу. Ну, за то, что вы можете себе позволить такой красивый дом. Дизайнеры симпатичные. А сразу скажем, что в мебель не входит, это стейджинговая мебель. Она в стоимость, к сожалению, не входит. Это просто сделано так, чтобы покупатели представляли примерно, что можно сделать. на эту тему по поводу этой мебели. С одной стороны, застройщик предлагает вам окунуться в эту атмосферу, и вы можете представить себя, как вы здесь будете жить с помощью вот этих всяких небольших деталей. А с другой стороны, эта история замыливается глаз, знаешь. То есть надо все-таки концентрироваться, когда покупаешь на основные элементы. На потолок, на пол, на стены. То есть больше на это обращать внимание. Конечно. Потому что мебель всю унесут, и у вас останутся стены. Так, следующая комната. Самая интересная. Ну-ка. Это что? Мастер. Мастер, да? Симпатично так все сделали, конечно, дизайнер. Молодец, поработал хорошо. Ну да. Вид здесь хороший, но мы позже выйдем, покажем. И смотри, здесь занавески, не как везде жалюзи. Ух ты, и правда. Посмотрите. Угу. Я тоже больше люблю занавески, чем жалюзи. По нашему, по российскому, по советскому. Да, да, да. Не, ну смотри, здесь совсем не по советскому, а то уже шторки красивые. Да, да. Ну так, проходим в мастер. Ну они такой, знаешь... Что? Что? Давай, что? Да, про занавески я хотел сказать, потому что они больше такой какой-то уют добавляют. Да, да. Ну текстиль. А холодные жалюзи, ну... Офис. Как будто бы, да? Каждому свое, да, конечно. Ну да. Это зависит от стиля еще. Да. Правильно же? Ну в лофте, наверное, он не пойдет, а здесь более такой... Скажи, как этот стиль может называться? Как дизайнер дизайнеру? Ой. Слушай, это какой-то миксованный, мне кажется. Да. Фьюжн. Модерн какой-нибудь с... С классикой. Нет, не с классикой, а с это... Бульдог с носорогом, короче. Забыл, как называется. Современный, который... Ну да. Модерн или модерн. Это разные вещи, между прочим. Как вы считаете, какой дизайн и стиль вообще у этого дома? Да. Так, это у нас ванная для... Хозяйская ванная. Да. Так что он... Ух ты, посмотри. Красота какая. Ну такой уютный стиль, мне нравится. Такой хороший, материалы хорошие. Да, да, да. Это просто. Вообще я люблю новые дома, чтобы все такое новенькое было. Не люблю старинное. Так, вот отдельно, пожалуйста, туалет здесь закрывается. Что тут? Очень, да, это классная вещь. Вот так раз, закрылся. А здесь уже проход в гардеробную. Вот. Мы с другой стороны уже ее показывали. Что тоже удобно. И там через гардеробную еще выход прачечный. Да. Что тоже, кстати, в плане функционала хорошо здесь сделано. так, а вот смотри, что это такое. Это тоже искусственный камень. Это камень, но он искусственный. Да, ну да, розетки. То есть включатель в европейском стиле. Так, идем дальше. Пойдем на второй этаж. Да, на первом мы все показали. А вот мы пропустили, знаешь, показать обеденную зону. Да. Хорошая такая, на восемь человек. Все влезут, как говорится. Здесь такая, получается, барная стоечка повседневная, для повседневного использования. Так, ну все, давайте пройдем на второй этаж. Так, мы только одну спальню увидели, еще должны увидеть три. И все они на втором этаже. Так, а здесь на полу, если я не ошибаюсь, это настоящий паркет. Паркет или ламинат. Нет, это паркет. Паркет. Это прямо здесь толстая. И на первом этаже тоже. Тоже, да? Это, как правило, называется бонусная комната. Да? Да. Вот. Посмотрите, какая классная бонусная комната. С приятными бонусами. Здесь можно. Здорово. Хорошая такая. Так, а вот это, слушай, тоже интересная вещь, как бы ее назвать. В комнате на Казани для детей уроки делать. Да, слушай, это для детей такой отсек, где они могут делать уроки, например, да? Ну да, да, да. К примеру. Ну, вообще, я думаю, это не стандартная вещь. Это, я думаю, идет дополнительно, за дополнительную цену. Ага. То есть, да. Тут ничего не будет в стандартном варианте. Будет пустота. Что хотите, то и делайте. Но они предлагают, что могут и такое сделать, например. Так, здесь, что хорошо, две раковины. Плиточка прикольная. Это как раз, наверное, ванный туалет от носка. Да, это для детей. Ой, слушай, здесь хорошая гардеробная. Да. Так, это для девочки вроде как. Как будто бы все такое розовенькое, с фламингами. Да, прикольно. Это обои, да? Мы часто встречаем обои. Ну, как акцент прикольно, да, на одной стене. Представь, если это вся стена была бы. Ну, да, да, да. То это уже перебор. Ну, смотри, все, влазит сюда. И шкафчик, и кровать. И столик. И столик, все. В общем, дизайнеры молодцы. А еще что классно, здесь, посмотрите, высокие потолки. Даже на втором этаже. И двери тоже большие, нестандартные. Да, да, да. Обратите внимание. Давай посмотрим, что здесь. А здесь колеса. Ага. Здесь колеса. Здесь колеса. Здесь колеса. Здесь стоит раз, два. Не-не, это один большой. Где-то на первом этаже есть еще один для первого этажа, а это для второго. Я думаю, здесь их, скорее всего, два на двухэтажный дом. Так, следом что идет? Ага. Здесь. Ага. Полочки. Да, да, да. Отлично. Причем здесь в коридоре, смотри, выложили. Ага. Ковролин. Ковролин. А это, вроде как, унисекс такой, может, для мальчика, для девочки, для подростка, в общем. Ну, прикольно, смотри, тоже, да, березки сделали? Да. На одну стену. О, вот это да, смотрите, как открываются большие двери. Ну, гардеробная, в принципе, это стандартная. Просто двери здесь необычные. Знаешь, что про двери хотел сказать? Да. Вот даже, если ты там кондо покупаешь, там 100 тысяч стоит, или дом за миллион, или, как в этом случае, там 516 тысяч, то двери будут одинаковые. То есть, что в квартире за 100 тысяч, что в доме за 500 тысяч. Ну, смотри, они немножко разные тем, что они размером больше. Ну, да, да, да. И вот здесь, кстати, нестандартные, я такие редко вижу, вот таким вот образом. Да. Вот эти части, то есть их много, в основном их там по 3-4 здесь, правда? Да, да, да. Да, да. Но в целом они вот на материал. Похоже, да. Материал такой же, да. Похоже. Просто дерево покрашенное, на самом деле. Да, да. Даже не дерево, я думаю, это ДСП, возможно. Так, и еще одна комнатка, спальня. Гостевая, пусть будет. Здесь та же история. Угу. Отлично. А, знаешь, вот что меня бесит в дорогих домах. Ну, блин. Вот это. Ну, блин. Да, ну вы чуть полки не поставите. Тем более в модель, да? Скажи, вот это вот, я не понимаю такого момента. Ну, двери более-менее нормальные, ну, как бы. Слушай, я думаю, что это связано с тем, что они больше зарабатывают, естественно. Угу. У нас они вообще очень хорошо зарабатывают. Да, да, да. То есть они, например, ну, вот взяли вот эти дешевые металлические, и, естественно, зачем им брать какие-то полки, которые стоят, естественно, дороже. Намного, я думаю, потому что это будет как кастом уже идти. Да, да, да. То есть шторки смотришь, да, хорошие. Да, да, то есть это не всегда стандартно, только даже в ваших обзорах, когда смотришь, в основном одни жалюзи где встречаются. Ну, а тут вот хоть что-то немножко другое, да? Ну, конечно, дизайнер постарался, видите. Так, ух ты! А здесь вот так у нас идет, значит, ванная, точнее, душевая. Туалет, раковина. Ой! Прям внутри комнаты очень удобно, но это как гостевая. Да, да, да. Так, это получилось раз, два, внизу третья, и половинку туалет мы видели. Здесь три наверху спальни, внизу одна спальня. Теперь пойдем в бассейн. Да, самое интересненькое. Здесь, я знаю, ты всегда делаешь ускоренную съемку. Но могу не ускорить, если что-то интересное будет сказано. Так, пойдем смотреть. Самое. Так. Проходим. Красота. Ой, какая маленькая территория. Территория маленькая, да. Ну, вот ты знаешь, вот мне она большая не нужна, мне вот лучше хороший вид. Вид здесь прикольный, мне нравится. То есть, когда здесь, вот здесь, вот здесь все будет застроено, тут будут соседи с красивыми домами, то, в принципе, вид здесь хороший. Ну, знаешь, ни на трассу, ни на дорогу, ни на забор. Вода теплая. Теплая? Угу. Это называется спа. Обычно с горячей водой, но сейчас она теплая. Ну да, ну да. Да, ее можно включать. Вот такие вот небольшие водопадики. Смотри, в джунгли уходят. Да, а здесь могут быть даже дикие животные ходить по таким джунглям. Специально оставили. Ну, прикольно. По мне тут вид хорошенький. Побольше хотелось. Тебе хотелось больше туда? Курятник поставить. Кур завести. Блин. Не, а я... Собаки были для подвигать. А я вот не люблю вот это вот копошиться, знаешь. Хорошо, что здесь все выложено. Здесь практически нет газона. По мне так классно. Бассейн небольшой, но такой прикольный, уютненький. Слушай, ну дом за 516 тысяч с бассейном и четырьмя спальнями. Это интересный вопрос, входит ли сюда бассейн. Да, может быть, не входит. Потому что, скорее всего, в стандарт не входит. Не входит. Ну да. Вот такая вот печалька. А такой бассейн сейчас построить стоит около семидесяти тысяч. Ну, когда вы делаете это со строителем, это немножко дешевле выходит. Например, около пятидесяти тысяч. Если вы будете потом строить, то это будет еще на двадцать тысяч дороже где-то. Да, еще Надя рассказывала, что огромные очереди на постройку бассейнов. Не дождешься. То есть, застройщики они, да, не справляются. И ты попадаешь в лист ожиданий, можешь от полгода и больше ждать, когда тебе построят. Поэтому, если вы вообще планируете бассейн в доме и хотите строить, то покупайте, стройте сразу с бассейном. Это будет выгоднее и лучше. И побыстрее. Да, да. Ну, в общем, что ты можешь сказать, какие у тебя впечатления? Слушай, я сейчас ничего не могу сказать, потому что правильнее, наверное, сделать какие-то оценки, какой дом лучше, какой дом больше понравился, когда посмотрим несколько домов. Ну, да. Поэтому. И пока еще воздерживаешься. И, кстати, уважаемые зрители, у девушек очень хорошая традиция появилась спрашивать ваше мнение, что вы думаете по поводу домов. Конечно, мы сейчас в разных ценовых категориях рассматриваем дома, но было бы здорово и интересно почитать, что вы думаете про каждый дом, что понравилось, а что нет. Да. А вот тут, кстати, смотри, мы еще на крышу не обратились. Здесь шингл. Да. Это вот по дешевле, которая не черепичная. Бюджетнее вариант. По бюджетнее. Ну, кстати, все равно, ведь дом же недорогой в целом. Да. Какие сейчас цены, а он все-таки новый, я считаю, в принципе, хороший вариант. Скажите ведь? Что вы скажете? Пойдемте посмотрим в эту зону. Да. Слушай, смотри, какая прикольная задумка. Я вот такого не видела. Вода туда попадает. Ага. Да, да, да. То есть, не знаешь, не просто стандартно как-то так сделали. А-а-а, вот же мы летнюю кухню не сняли еще. Здесь вот холодильничек. Это тоже будет за отдельную плату. Да. Ух ты. Это газовая. Там всякая утварь. И тут раковина. Ага. Ну, вот эта кухня, это, конечно, классно. Да, да, да. Это must have в каждом доме. Ну, и вот, в общем, здесь вы можете сидеть с друзьями и наблюдать вот такой прекрасный вид. Возможно, там будут какие-нибудь дикие животные даже, скорее всего. А, прикинь, это обманка. Шлеза. Да, это металл. Угу. Ну, что? Да. Надеюсь, вам понравился дом. Напишите в комментариях ваше мнение. Мы начинаем с вами прощаться, потому что мы сейчас переезжаем к следующему дому. Это будет отдельное видео. И, на самом деле, Юля посмотрела статистику своего канала. Да, да. И тут такая история выяснилась, что многие зрители смотрят видео без подписки. Да. Что очень влияет на плохое развитие канала. Поэтому, Юля и я, мы просим вас подписаться на Юлин канал. Да, если вы смотрите, пожалуйста, подпишитесь. А также подписывайтесь на канал Миши. У него есть свой канал. Он его недавно открыл, но у него уже есть несколько интересных видео. Обязательно подписывайтесь. Ссылочка будет в описании. Да, добро пожаловать. Ну что, едем к следующему дому? Да. Пока-пока. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok